Приветствую всех дорогие друзья, в этом видео я как всегда собрал самые интересные новости железа, но перед тем как начать хочу сказать большое спасибо всем спонсорам канала за их финансовую поддержку. И только с вашего позволения я начну с возвращения одной из актуальных карточек Nvidia. Зеленые решили снова начать выпускать видеокарту RTX 3080 на 12 гигабайт, даже несмотря на огромные складские запасы. До выхода нового поколения у Nvidia остается всего пару месяцев и казалось бы в такой ситуации глупо возвращать 3080 на 12 гигабайт, но судя по всему у Хуанга имеется сильно много отбраковок с RTX 3090, поэтому их надо реализовывать через какие-то 3080. И если верить последним данным, реализовывать их было решено через версию на 12 гигабайт, которую вновь вернули на конвейер. Кстати довольно любопытно, что эта модель до сих пор не имеет MSRP и ее Nvidia решила особо не афишировать. Такой ход выглядит максимально странно даже сейчас, так как 3080 на 12 гигабайт является идеальной золотой серединой перед версией TI. Между тем на Алиэкспрессе уже можно найти модную 3050 за 24 тысячи рублей, тогда как в местных магазинах цена стартует от трясатки, а ссылочку я как всегда оставил в описании под роликом. Сам создатель эфира Виталик Бутерин заявил, что событие под названием Merge состоится ориентировочно 15 сентября. Напомню, что так называемое слияние означает отказ эфира от модели Proof of Work с майнерами, а транзакции станут заверяться держателями криптовалюты. На прошлой неделе смена алгоритма была успешно проведена на тестовой подсети Goerly. И теперь создатель блокчейна Виталик Бутерин сообщил в твиттере, что число хешей, оставшихся для работы сети в режиме POV, было ограничено. На предстоящей неделе разработчики эфира проведут очередное собрание, в ходе которого они проработают сложности с переходом и наметят конкретную дату для Merge. Так что пост судя по всему реально случится и майнинг-фермам осталось копать эфир около месяца. И это наверное самый страшный сон для NVIDIA, который теперь придется продавать видеокарты исключительно геймерам. Вчера с ценами процессоров Ryzen 7000 получилась небольшая путаница из-за двух разных долларов, поэтому перед материнскими платами все же немного поправлюсь. В данном списке первая цена идет в канадских долларах за боксовую версию процессора, а вторая за исполнение OM без охлада, тоже в канадских долларах, а вот в скобочках написана уже цена в долларах США. Немного позже в базах итальянских магазинов обнаружилась пара готовящихся к выпуску материнских плат компании MSI. Одной из засветившихся моделей является MSI Pro X670P, чья цена в зависимости от ритейлеров варьируется от 374 до 426 евро, включая 22 % НДС. Если отбросить налог и перевести в доллары, то получится от 316 до 360 долларов США или от 19670 до 22410 рублей. Второй обнаруженной платой стала модель MPG X670E Carbon Wi-Fi на самом старшем чипсете X670 Extreme. Она в свою очередь выходит от 475 до 540 долларов США или от 29570 до 33615 рублей. Таким образом, исходя из предварительных цен, можно предположить, что топовые материнские платы в России вряд ли будут стоить дешевле 20 тысяч рублей, да и цен как у X570 на старте по ходу тоже не будет. И хоть это далеко не финальные цены и они могут поменяться до релиза, но даже по ним заметно, что новое поколение будет немного дороже. Плюс ко всему не стоит забывать, что сборка на AM5 подразумевает покупку памяти DDR5, так что собирать новый Ryzen точно будет недешево. Компания Intel отказалась от аппаратной поддержки графического API DirectX 9 своими видеокартами Arc и встройками процессоров 12-го поколения. Вместо этого поддержка DirectX 9 будет эмулироваться с помощью нового API DirectX 12. Эмуляция будет использовать библиотеку Microsoft D3D9 ON12 со скрытым исходным кодом. То есть все графические команды DirectX 9 будут направляться в эту библиотеку вместо непосредственной отправки в графический драйвер Intel. В этой прослойке команды будут переводиться в понятные запросы для DirectX 12, а Intel по сути не придётся делать оптимизацию на уровне драйвера. По словам Microsoft, уровень производительности эмуляции приблизился к уровню производительности фактической реализации DirectX 9, а в некоторых случаях и совсем ему не уступает. Но самое главное, что такое решение позволит синим сосредоточить силы на оптимизациях для DirectX 11, а оптимизация для девятой версии ляжет на плечи Microsoft. Однако отказ от аппаратной поддержки старого API имеет и свои минусы, например в виде более высокой нагрузки на CPU из-за программной реализации или побочных эффектов в играх с DirectX 9. Источники сообщают, что Samsung продолжает сокращать производство модулей памяти DDR3, предлагая более выгодные цены на DDR4. И поскольку Samsung снижает цены на чипы DDR4, то поставщики памяти DDR3 также могут снизить цены, чтобы сохранить заказы. По словам IT Home, во второй половине этого года ожидается дальнейшее снижение потребительских цен на DRAM. Источник указал, что только в июле контрактные цены на модуле DDR4 объемом 4 ГБ упали примерно на 8 %. А уже в третьем квартале цены на DRAM потребительского уровня могут упасть на 15 %. По сути же, сворачивая производство DDR3, Samsung и SK Hynix ускорили переход на новые стандарты и расширили производство чипов DDR5. Как сообщает коммерсант со ссылкой на представителей популярных торговых сетей, уход с российского рынка вендоров вроде Sennheiser, Marshall и Sony привел к истощению запасов подобной продукции. Пока что у ритейлеров имеется запас периферии, которого вероятно хватит до конца квартала, но при этом эффективность параллельного импорта может оказаться под угрозой из-за риска приобрести контрафактный товар. По информации представителя компании Merleon нишу, которую ранее занимали Sennheiser и Marshall, уже пытаются освоить китайские бренды вроде Edifier. Однако с замещением профессиональных решений от Yamaha, Sennheiser и Shure могут возникнуть некоторые проблемы. По данным представителей маркетплейсов, поставки премиум-наушников и других аудиорешений из-за рубежа продолжаются, а в Wildberries даже планируют расширить представленность премиум-сегмента. В Ozone сообщают, что штучные продажи полноразмерных наушников за июнь-июль выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Но эксперты опасаются, что поставленная по параллельному импорту продукция может не соответствовать необходимым для оборудования такого класса стандартам качества. По данным некоторых вендоров, часто жители России под видом брендовых наушников теперь невольно скупают копии и ситуация с подделками на этом рынке со временем будет ухудшаться. Другими словами, при выборе фирменных наушников или аудиосистем вы легко можете наткнуться на подделку, и теперь нужно выбирать еще более тщательно. Компания Крафтон объявила о том, что королевская битва Пупк привлекает 80 тысяч новых пользователей в день после того как стала условно бесплатной в январе этого года. Учитывая, что так проект распространяется уже более 200 дней, следует предположить, что к нему присоединилось около 17 миллионов новых игроков. Это реально огромное количество и более чем вероятно, что большинство из них не задержались в качестве постоянных пользователей. Но останутся люди или нет не имеет значения, поскольку в отчете Крафтон также говорится, что средний доход на одного пользователя увеличился более чем на 20 процентов в квартальном исчислении. То есть переход на условно бесплатную модель оказался выгодным для разработчика и привлек реально большую аудиторию. В прошедшие выходные в американском штате Техас завершился турнир PGL Erlington Major 2022 по Dota 2, где победителем стала российская команда Team Spirit. В финале состязания Team Spirit со счетом 3-1 обыграла своего принципиального соперника в лице китайского коллектива PSG LGD, которому уступила на предшествующем этапе. Призовой фонд составил полмиллиона долларов, 200 тысяч из которого наряду с 820 очками DPC достались команде Team Spirit. Но куда важнее, что достигнутый результат позволит Team Spirit напрямую пройти на предстоящий турнир The International 2022. Самое главное мероприятие по Dota 2 в этом году пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре, а стартовый призовой фонд составит 1,6 миллиона долларов без учета покупок пользователей. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать проект через бусти, донат на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья.